События Курской дуги вписаны в историю Великой Отечественной войны как битва, которая не просто воодушевила советский народ. Она заставила собрать все силы и ринуться в бой, чтобы заставить немецких оккупантов отступить. На полях под Курском в июне 43-го встретились в бою 4 миллиона солдат. Было задействовано 70 тысяч орудий, 13 тысяч танков и около 12 тысяч самолетов. Спустя годы многомиллионное сражение войдет в историю как одно из самых крупных в 20-м столетии. Я был разведчиком полковой разведки, 336-й полк, 5-я дивизия, Брянский фронт, 3-я армия, Брянский фронт. Так Брянский фронт, он наступал с востока прямо на Орел, а Западный фронт был севернее. Так командующий 3-й армией, когда наступление стало, он дал команду, чтобы не брать Орел в лоб, а 20 километров севернее. И вот там был сильнейший удар севернее, а центральный фронт, который находился южнее Орла, в дуге, в этой самой, он ударил на встречу. Сегодня Константин Кругликов – почетный гость большого памятного мероприятия, организованного специалистами Российского центра науки и культуры. Таких, как он, участников событий на Курской дуге, в областном центре всего 7, а потому встреча с каждым героем для Брян по-настоящему ценна и почетна. Послушать воспоминания боевых солдат о войне, а также познакомиться с интересной выставкой пришли молодежь, военнослужащие, неравнодушные горожане. Курская битва была разгромом для Германии. Самая страшная была битва, это танковая в основном битва была там. И не только под Прохорову, как всегда говорили, но и в Орле, там тоже хватало танков, очень много было. Но в Орле, так это вообще там было танковое побоище, рукопашное танковое побоище. В первую очередь, конечно, мы хотим донести информацию до молодежи. Мы пригласили сегодня лицеистов, мы пригласили военных, о том, чтобы они еще раз послушали о том великом легендарном сражении, которое проходило под Курском. Чтобы они пообщались непосредственно с ветеранами, чтобы те могли донести до них информацию вот из первых уст буквально. Тематический вернисаж вобрал в себя самые интересные факты Курской битвы. Здесь они предподнесены не только через историческую хронику, но и судьбы тех, кто навеки стал частью этих событий. Безусловно, это даже, наверное, не наш долг. Это все от души, от сердца. Поэтому эти мероприятия важны и нужны для каждого из нас. Поскольку мы все наследники той великой победы, победы наших народов, победы советского народа над фашизмом. Общая история, общие традиции, общая память. Это то, что должно стать залогом успешного, общего, счастливого будущего.